Будущее пока не наступило. Это компания Dynamic State. Dynamic State уже зарекомендовала себя как очень здоровская компания, которая пишет честные показатели, делает очень надежный продукт. Audio Nova выпустилась под их подбрендом Audio Nova. Усилки простого сегмента, но при этом очень надежные. Очень надежные и еще главный момент, если вдруг что-то с ним случается, вы всегда можете купить запчасти на него в любом магазине электроники. В любом. Не надо ждать ничего. Стоит они копейки. Давайте посмотрим. Сейчас у нас моделька усилителя 2 на 100. То есть 100 ватт на канал 4 Ома. Соответственно, мосту он дает 4 Ома 280 Ватт. Зачем вам брать этот усилитель? Давайте посмотрим. Первое. У вас есть саб, и вы хотите взять какой-нибудь недорогой усилитель. Любой моноблок, который выдает более-менее нормальную мощность, стоит от 4-х и выше 1000 рублей. Этот усилитель будет стоить 3500 рублей. Соответственно, этот усилитель может раскачать вам любой маломальский простой сабвуфер. Второй вариант. Вы делаете громкую систему и собираете отдельно рупора. Хотите, чтобы они звучали громко. Вы можете купить усилитель Аудионова 2 на 100 и использовать его конкретно на ваши рупоры. На одну, две или три пары. Можно их подключить к этому усилителю. Третий вариант. Есть динамики. Хочется, чтобы они играли громче, чище. Покупайте усилитель 2 на 100 и используйте его с этими динамиками. Давайте быстро рассмотрим. Самый прикол. Во всех усилителях Аудионова есть регулятор баса. Вы можете всегда отрегулировать громкость подаваемой на динамике или на сабву. От этого усилителя пока мы будем в салоне. Поставили на сабвикову. Хотите вообще отрубить сабв, брали в минимуму крутилку и всё. Вот такая вот подробная инструкция. Гарантия 6 месяцев на усилителе. Здесь всё понятно. Если кто разбирается в электронике, он может заглянуть. Посмотреть. Да, за 3,5 это в принципе ништяк. Например. Или да, он мог стоить 5000 рублей. Я не разбираюсь конкретно в этих компонентах. Но усилитель по сравнению, допустим, даже с этим кексом SP4 на 80 весит тяжелее. Соответственно, железо в нём больше и комплектующие, скорее всего, дороже. Вот такие терминалы под вилку. Минус, плюс, ремоут. Вилки мы все даём при покупке в комплекте. То есть вам не надо думать, как же провода сюда засунуть. Обжали вилку, всё сделали чётко. Дальше. Здесь есть дубляж линейного выхода. То есть вы можете отсюда ещё подключить какой-то усилитель, не имея линейных выходов достаточное количество. Вот такие фильтры. HPF, LPF. Всё включается. Фильтр до 6000 Гц. То есть подключайте рупора. Этого усилителя вполне достаточно. Усилители надёжные. Да, я скажу. Продали мы их с летом. Очень много. Я не знаю. Штук, наверное, 300-200 усилителей. Соответственно, процент брака очень маленький. Мы сразу меняем. То есть если вдруг усилитель не работает у вас, например, ну вот вы купили, посключайте, канал не работает. Вы к нам приезжаете, мы его вам поменяем. Так вот? Всё. Поэтому в этом случае гарантия вообще шикарная. Всё, ребят. Всем успехов, удачи. До встречи в Автокасте. Добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте. У нас там очень весело. Вы вбивайте ВКонтакте клуб Автокаста и участвуйте в наших розыгрышах, конкурсах и так далее. Просто получайте удовольствие. Всем пока. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!